Палец вверх! Что? Блин, ну вообще, смотри, как она классная! Ты вот снимаешь? Да! Молодец! Ну что, Серёж? Ну что, тяжко что-то так. Грешил вчера, видимо. Не грешил? Если бы грешил, было полегку. Этот момент называется «Намыленный Рома», да? Нет, ты всё пишешь? Да. Значит, смотри, какая ситуация. Я не могу надеть свой костюм. Бывают такие моменты, мне нужно выйти на свежую. Ну, как думаешь сегодня? Всё нормально? Да. Верхушка. Я думаю, ты сегодня дашь рекорд, дашь дроздал. Вот так, всё нормально. Ребята, готовы ко всему? Конечно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова 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 30 метров глубина стас на бубликах начал объяснять 10 по компенсации давление постоянно мы это делаем желательно с убеждением конечно не доводим до обоих ушах потому что будет продуваться дайв инструктор должен убить представляешь этот ученик дайв инструктор ученик фридайвер и вот на первом занятии они учат продуваться это вообще важно это поржать ладно ладно основное то что это расслабление медитация расслабление что мы будем делать на как мы будем расслабляться мы возьмем во первых правильным дышать у нас не сдох мы наполняем ну стараемся все легкие выдох у нас идет в два раза длиннее чем вдох равномерно да мы не делаем каких-то там выдохов чтобы у нас в дайвинге у вас хорошо у вас регулятор сжатый воздух вашей елки выравниваются постоянно здесь надо ровненько львелки чтобы работали да вот вот они надул воду но не плавно равномерно сдувается вот туда под воду понятно подходим собою дальше что у нас происходит бой да далее далее я показываю за мной повторяем как обезьянка то есть и сегодня больше обезьянкой будем потому что сейчас я буду рассказывать долго и упорно но войдя в воду обычно все забывают и почему обезьянка это объясни почему обезьянка потому что мы как пыль она будем на основном трассы вертикально диагонально и мы будем как обезьяну поляну как обезьянки красивые ведь обезьянку хорошо значит только под водой что понятно стандартное снаряжение маска трубку трубку можем не брать удачи но у тебя еще пока не включится задержка декабря поэтому плохо здесь а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, Роман понял, что самое основное комфорт. Комфортный отдых, когда идут нырки. Если нет комфортного отдыха... Собственно, да, отдых после того, перед нырком и между нырком. Ну давайте, все, не будем шутить, давайте серьезно. Уже давно серьезно. Ты серьезно? Конечно. Стас, с тебя начнем. Ты сегодня... С меня начнем. Даже не отдохнул. Вот ты, честно, хотел понырять отдохнуть, но тебе не дали. Ну я правильно сделал, что я с утра... Да, да, ты с утра понырял, а потом... Ну ничего, ты часто ныряешь, а оторвешься в следующий раз. Да. Расскажи, как, что произошло. Прошло. Ну вкратце, конечно. Ну вкратце, что. Роман молодец. На сколько нырнул? Нырнул 11,1. 3 единички. На первом занятии. Сразу же. Поэтому он заслужил Наполеон, да? Заслужил. Молодец, в отличие. Ну, какие были ошибки? Отдых, как всегда. Болтание ногами. Время отдыха между нырками. Языком не болтал? Нет, языком не болтал. А как стал отдыхать, сразу пошли нырки. Вот только нашел комфортное положение, отдыхали и пошел. Как будто, я не знаю. Можно было нырять и глубже. Но температура воды, поэтому уже начали подмерзать. Ну, как... Короче, вы и не стали, да? Просто не стали. Решили растянуть удовольствие на несколько тренировок? Нет, конечно, он нырнул бы глубже. Отлично у него шло. Прибавляли мы немного. По метру. Ну, то есть из него возможно сделать инструктора по фридайвингу? Нет. Он инструктор теперь по дайвингу? Конечно. Настоящий, действующий, а теперь может стать инструктором по фридайвингу? Вполне. Так что отлично. 5 баллов, молодец. Рома. Рома, делись, рассказывай что-то. Нормально. Ну, ты слышал Петюня, как прилетела, ну и все. Петюня, что ли, и все? Ну, не, а как? О чем ты же говоришь? Я думал, Петюня сейчас прилетит еще на карточку, Петюня прилететь должна. Что за Петюня? Да-да-да, Петюнька на карточку, если прилетит скажи, вот это нас устроит. Вот это, да. Петюня на карточку. Нормально, да. Тебе было тяжело? Для всех, кто хочет и дайвинг, и фридайвинг, то есть, да, есть определенные, ну, лично для себя я понял, определенные стадии, которые нужно перенастроить, да, в положении в воде, да, по снаряжению. То есть, действительно, по поводу трубки вопрос порешать, по поводу части снаряжения, ну, ласты, маска, понятно, все это должно быть организовано четко. Ну, и то, что касательно рядом инструктора, да, тот, кто действительно понимает и знает, что делает. Вот, все, пожалуй, это достаточно. Ну, а твои личные ощущения после первого занятия как? Что-то для себя новое открыл вообще? Ну, до сих пор я глубже 3-4 метров, ну, не ходил. То есть, в море, да, все как обычно на Балтийском море, да, вдоль берега 3-4-5 метров, полтора-два метра такие вот глубины. То есть, спортивный интерес вдоль берега, значит, там камни поворочат, вот. А то, что касательно уже конкретно фридайвинга, да, я, ну, видимо, попал на тот момент, когда можно это освоить. Все как бы собралось, действительно, смотрите, шикарные условия, инструктор, компания. А страх воды был у тебя какой-то, ну, что-то ты привык на баллонах, а вот без баллона? Ну, я с лета не нырял ни на баллонах, ни никак, то есть, ну, условия зима, понятно, начало весны. В принципе, нормально. Нужно было все равно пару-тройку нырков освоиться и что? Дальше все пошло нормально. Нормально, да. То есть, в принципе, ты как бы доволен, но тебе понравилось. Доволен, да, мне понравилось, я готов двигаться дальше. Вот так, вот так. Думаю, всем это интересно. Ну, вы тортики, да, а оператору попадайте вон ту ножку. Я тоже заработал, я заработал. Ну что, обед, война, войну, обед по расписанию? А, Стас, еще раз спасибо. А мне? Шикарно, Паша, за то, что поддержал, позвал. Шикарно. Компания. Все отлично. Все уставшие. Ура! Стас, у тебя новый гаджет. Да, крутой. Да, крутой. И теперь новые возможности по изучению нырков. Да, да. Расскажи подробнее, что это значит. Ну, вот мы сейчас рассматриваем нырок Романа. Ну, тут записано, что он 17-й в серии. Первые, конечно, были у меня 7 нырков. По сути, он на 10-м нырке нырнул на 11,1 метр. Температура воды показывает у нас 3 градуса. Нагрелась водичка, да, она вся вот уже прогревается. Вот он идет, профиль нырка. Единственное, компьютер был на моей руке. Поэтому вот здесь вот время, да, на этой глубине. Вот я ждал Романа. Ну, то есть у нас добавились данные, значит, время нырка, количество, глубина. Хороший нырок, поверхностный интервал. Температура воды я вижу. То есть вот тут максимум, в котором сегодня нырнул 11,1 метр. Вот. И время погружения было... 48 секунд, минус 5. Да. 43 секунды. 43 секунды. Ну, это хороший результат, да. Отличный результат. С поверхностным интервалом, вот в правой стороне я смотрю, что 2,51 метра. Нормальный интервал. И вот сам графический профиль, профиль погружения. Как он нырял, как опустился, все. Ну, круто, круто. Наверное. Круто, да, круто. Круто. Ну, это что? Это что поможет? Поможет пароанализировать больше, да? Да, конечно. Возможность, чтобы мозг принял эту информацию, переработал. Конечно, конечно. Пуще. Рома? Переработал. Перерабатываешь? Пока? Пока только тортик, скажи, я перерабатываю. Так вот. Нет, отлично. Ну, ладно, ребята, с чего? Сор.